ну что выходят игроки гор гормли 85 на кивас сейчас посмотрю с реабилитации колен не затягиваю уже гимнастику делаю как бы я думаю что это основное всякие лекарства пропиваю 100 рублей вижу на киви от тебя пометый охренительный комментатор прям заряжаешь эмоциями вот тебе мои пять копеек те на качалку быстрее коленка зажила горный 85 из жуковского спасибо большое ребят за поддержку еще раз всем спасибо сос выходит сос очень уверен посмотрите по виду по-моему тут собирается просто распотрошить всех нахрен но пока робот для начала речь и речь саня нокаут стоял на блесконе саня на пиво ставил 30 ну что показывают игры ну не знаю какое там место он собирается занять скоро уже первая запись через 15 минут зальется будет обрабатываться я думаю достаточно быстро обработается мы брудвара мультики старые уже мы видели на стриме смотрели да сосна 100 качим по хорошо показывает да ричи ричи брал и болтаху и тридцаху и сколько есть артист рэпмен это вообще полуфинала вообще-то как бы один уже прошел сейчас еще один а потом финал сегодня все у нас да плюс рог кстати говоря очень важный факт корбан дала сейчас говорит рог ведь сосан то тиммейты и а тиммейта друг друга удивить просто нереально тяжело то есть фаворит здесь конечно же сос ну на принципе это нам и на руку потому что лайф прошел и финал победить двух победителей блескона разных лет это очень круто на самом деле если допустим сос выйдет и победит лайф то лайф будет двухкратным чемпионом блескона и два года подряд и как соус единственным кто два раза по 100 тысяч долларов выигрывал вес сос победит ну сами понимаете 3 то он будет царем его со 100 тысячами что-то будет явно название у него какое-то да в 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 Ты прав, ты прав, ты прав, ты прав. Шеан просто следует в твоих шагах, он не знает, что он делает. Я просто хост, нет ответственности здесь. Окей, Дарья, когда ты в этой ситуации, когда ты против игроков, который должен тебя победить, ты раньше говоришь, что это вообще более комфортная позиция для тебя. Ну, технически, да, но ты не согласен с тобой в прошлом? Это важно, что ты можешь поменять, но тогда СОС будет 300. Ну и рифма для школоты, он сможет у нас предъявлять ее. Вот. Так что вот так вот. Кризис, да. Чтобы Гугл, не Гугл, а Яндекс Баба разговаривала, нужно через плеер что-то от 50 базарит. Плассик с лайфом отыграли, запись заливается. На сеточку можно в чатике спрашивать и скинут. Зерк в финале. Так что так. Ребят, я хотел встать, дойти до холодильника. И так этого не сделал. С вами разговариваю, интерактивщик все дела. Сейчас, секундочку. СЕКСИ БАЙ. СЕКСИ БАЙ. СЕКСИ БАЙ. СЕКСИ БАЙ. КОНЕЦ СИКСИ БАЙ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так Все, все переименовал Спасибо, Миша, что подсказал Теперь все точно работает Ну что, СОС спалил хату И посмотрите, что происходит СОС не успевает фотонок здесь добавить Вообще Проблема у него определенно В лоб застроился Нужна фотонка и в лоб сейчас И сзади нужно как-то обороняться тоже Но дать Зергу вот так вот расстроиться Это всегда проблема для Пробсу Ну что, плетки пробивают камни СОС прекрасно это видит То есть тут проблема в чем Нужен фотонок немерено просто Так как здесь и линги вперед пойдут И с помощью крипа еще передвинет Естественно, Зерг сюда Юнитов своих Что Пробсу? Пробсу я считаю в Робо лучший вариант В такой ситуации выходить Пытаться отбиться с имморталами Так, черлища, блин Мне же нужно со своим другом погулять еще Я про него забыл совсем Иди отдыхай После полуфинала этого сходим мы с тобой Перед финалом Ну что же Ну что, ребята, плетки от Рога перекапываются Лингов все больше и больше Две фотонки есть Плюс еще фотонку СОС добавляет Мазеркор есть Оверчарж скоро будет Ездилки, но стенки-то нет Линги-то будут туда врываться Показывают ФПС СОСа Четыре фотонки ставятся Бустится варп сейчас Рог забегает с противоположной стороны Посмотрите, как СОС был Вот это ошибка была Почему ни одной фотонки с этой стороны нет? Нужно и с этой ставить одну хотя бы Фотонку Летки перекапываются Смотрите, до пилона, до гейта Они будут доставать То есть можно их выбить Лингов все больше и больше Фотонок, СОС увеличивает сейчас количество Пилон сейчас упадет И гейт сейчас упадет А нахрена гейт вот так вот СОС там поставил? Я чуть не понимаю Так, идет вперед Рог Филды пошли Оверчарж выставлен Фотонок четыре штуки Зелки падают Плетки перекопались Королева одна падает И все, сейчас Рог займет позицию Таким образом, что он сможет атаковать и ГАЗ И в будущем и Нексу, скорее всего Ну что Мне кажется, что может Рогу было бы Вот если бы он на минералах Вот эту хату бы заказал То он мог бы сейчас там вторую базу начать добывать просто А в итоге он не может там начать Линги пытаются забегать с другого направления Не знаю, что из этого получится Сомневаюсь, что что-либо получится Ну что, крипа очень много Отступает СОС под Фотонки Их пять штук у него Ну что же Какое дальше будет решение Смотрите, СОС успел Пилон Рогу запилить сейчас на дальней базе Ну как Оооо, Даркшрайн Даркшрайн это уже вообще интересно Пошел варф Зелков Рог пока не видит Этих Зелков Будет ли искать он Пилона Я не знаю, я думаю, что да Будет искать Сверху тоже, по-моему, пилон есть сейчас у Протаса Здесь у нас линги пытаются гейт подгрызть Гейт не так-то просто подгрызть Даркшран не видит сейчас Рок, но Кстати, лейра нет Если сейчас просто не будут спорки запилены Посмотрите, Рок-то думает, вот он, пилон, пожалуйста А нахрена СОЗ Дилков-то выводит сейчас? Куда ж ты пошел-то? Сейчас Рок прибежит, убьет Зилков и убьет пилон Успеет Даркшайн достроиться? Я очень сильно сомневаюсь Это ужасная ошибка со стороны Протаса, я считаю Минус все Зилки, минус сейчас пилон будет И все Хотя нет, Зилки стоят, быстро пилон убить не получится Пошли Дарки, посмотрите, СОЗ тащит эту игру Дарки начинают лингов просто прессовать сейчас Нужно врываться в минеральную линию Спорки нету, лейр только-только заказан Спорка поздняя от Рога, да это ж ГГшечка, ребятки, идет Как же, как же Рок не продумал это элементарно, этот момент Дарки нарезают, лингов все меньше и меньше До спорки добраться пока никак ГГ пишет Рок полный провал, посмотрите Все настолько четко сделано, СОЗ это просто титан Сто тысячных турниров и он не дает его убить Таким дешевой такой темой, как хата и застройка пушками Он просто Дарками сейчас отбивается Точнее отбивается он не Дарками, а Дарками ставит точку Отбивается он с Гейтов просто Ну вот где спорки, где стандартные спорки, спрашивается Нету спорок, просто нету Пользователь Косматия активировал премиум на ваш канал Спасибо Косматы Косматы Почему с акцентом Косматы Сказала, ну так написано Так она говорит Ничего не поделаешь Каустуране Нельзя по этим словам что-то конкретное сказать Нужно конкретную ситуацию рассматривать Что нужно делать было Всяких много решений Призма, Дарки так же Варп вниз Спилона, я не знаю Старгейт Много всяких решений Может быть Блинк Ну что, вторая игра Сос против Рога Карта Кода Карта на двух человек А Сос может и подфатонить Напомню Но я думаю, что с Рогом он фотонить не будет Потому что это тиммейт его А тиммейт его Знает, как он фотонит Явно они друг с другом это тренировали Поэтому Рисковать смысла никакого нет Ребят, сразу вас предупреждаю Что после этого полуфинала Посидите вы одни минуты 10-15 минут Валиал поддержал ваш канал На сумму 55 рублей ровно Наш помеич всегда тупич Ииии Спасибо, Валиал Спасибо, ребят Обузите вы Нашу тетку Вот Нужно будет выйти с чарлик Спасибо большое Очень приятно Скоро будет компания Лотова Еще стримов в этом месяце Интересных будет много В конце месяца Дримхак с Хэппи будет Ну Не знаю, получится ли в игру попасть Сомневаюсь, что получится Будем ли стримить Если что, понятное дело Нет, Дримхак будет в Швеции В Москве В Москве тоже будет Дримхак зимой Ну пока Про Старкрафт Там никаких нету Кстати На Так, а что случилось-то Сейчас Скажите мне Это же не у меня Ну да Ну да Ну да Что-то косяк со звуком был Короче Вот Не знаю В Москве Что с Близко В прошлый раз Поддерживал Мой канал Тут На 5000 Организатор Дримхака Я у него спрашивал Про Старкрафт Но он ничего не отписал Посмотрим В этом году Не знаю, правда Он ли организует опять Компания по лотову Естественно, тогда Когда выйдет лотову Он выйдет 10-го числа Если будет ночью Ночью Я не буду стартовать Я стартану днем Ну часов в 5 Чтобы уже Люди с работы Начинали приходить А то и в 6 Вот Чтобы идеальное Время было Сквена Дримхаки Только про дотку говорят Ну это печально Что я могу сказать Был бы Старкрафт В принципе У меня уже нога пройдет Наверное К тому времени Нормально буду ходить Может быть И сам бы съездил Ну посмотрим Ничего Загадывать сам не хочу Ну что Три хаты у Руга Три королевы строятся Билд три хаты Пул Был судя по королевам Заказанным Вот Сентриан на рампе Пытается Руку подгрызть Сос Не рискуя Сразу же Ставит Филд Зилок Возвращается Домой А что такое-то Низилок На рампу Пошел Сос Просто Сразу же Повел Сразу же Повел Сентю Иначе Ловера Убивать Обычно Люди До 18 Работают Поэтому Я в 18 Начинаю Стримить Так как Это самое Позднее Время Которое Стримить Могу Начать Иначе Будет Просто Слишком Поздно И ночью Тоже Там Нет смысла Стримить То есть Нужно По максимуму Пройти Максимально Быстро То есть В 2 дня Хотя бы Эту компанию Ну Край в 3 Лучше в 2 Вот Поэтому В 17 Как бы Я начинал Обычно В 16 Я еще Тебе секрет Открою Что Не все Люди По московскому Времени Живут Которые Смотрят Меня И у нас Тут вообще Сидят У кого-то В это Время Вообще Ночь Как бы Тоже Нужно Это Учитывать Под Всех К сожалению Идеально Не Подстроиться Все Никак Компания Для Нечем Прошлую Но Последняя Компания На Стрим Миша Он Миша Старкрафтер Редко Стримит Последнее Время Хотел Бо Он Сам Пришел Сам Стримит То Что Нужно Ему Компанию Быстро Пройти Зачем Долго Люди Хотят Многие Хотят Посмотреть Именно Как Я Пройду На Эксперте Все Все Потом Уже Сами Будут Проходить Там Или Вообще Как Бо Не Будут Че Тянули Ну Что Третья Нексус Очень Ранний Сос Ставит Рог Не Лайф Рог Его Не Наказ Давайте Уже По Игре Че Вообще Отвлекаемся Очень Сильно Вот Какой-то Пробки Там У Соса Катались Отдавались Непонятно Делает Подпуш Сейчас Вот Вообще Про Компанию Скажу Последнее Идеально Было Чтобы Старграб Вышел Днем И Я Сразу Просто На Одном Дыхании Прошел Но Это Фантастика Выходит По Американскому Времени Так Что Так Вот Третий Нексус Сос Спокойно Абсолютно Занимает Сейчас Рог Ничем Ему Не Помешал Пурабам 69 56 Да Есть Преимущество Да Прогресс Камни Да Пытается Ворваться Да Здесь Всего Лишь Один Зилок Зилок Оказался Широким И Но Пилон Успел Как Вовремя Пробка Здесь Оказалось Пилон Сос Успевает Запиливать А вы Знаете Что Иногда Зилок На Прошлом Блесконе На Прошлом В прошлом Дне Что Андрюха Нарезал С этих Записей Там Есть Зилок Узкий Как В охрану Взяли Непонятно Здесь Зилок Совсем Не Такой Здесь Правильного Сос У Сос Нормально Работает Отдел Кадров Набирает Правильных Зилков Так что Они Рампу Нормально Закрывают Никто Пробежать Не Может Но Тут Роучи Пошли Но Уброд Уже Готов Блинк И Посмотрите Лимит Сейчас 109 На 123 Боевый Лимит Очень Близок Сейчас Довар Пойдет И Зерку Пушить Здесь Уже Нет Ну И С Роучем Только Забежать Сос Сам Пушить Собирается Сейчас Ну Что Минус Линги Видит Сос Гидру Пошел Вперед 125 134 Смотрите Лимиты Какие Близкие Несколько Роучи Умудрились Проползти Сейчас На Мейн И Кстати Вот Эти Несколько Роучи Большие Проблемы Для Проца Могут Сейчас Создать Но Посмотрите Какой Пуш Там Офигеть Зерга Там Намного Меньше Но Вынужден Сос Контролить 8 Пробок Уже Минус 9 Нужно Отступать Либо Уже Вулын Ити Полностью Убивать Оппонента Своего Пробки Возвращаются На Добычу Но Как Тут Сюда Пойдешь И Полностью Убьешь По Моему Вот Эти 4 Роучи Выигрывают Игру Рогу Сейчас Пошла Атака Да Филды Хорошая Но Гидрата Через Филды Простреливает Но Сос Заходит Дальше Агрессивный Блин Вперед Рог Сос Заходит Дальше Рог Забыл Своих Юнитов Несколько Штук Отвести Потерял 3 00 Лотов Будет Доступен Ну И Естественно Лф 3 00 Не буду Проходить Филды Около Третьей Базы Замечательные Со стороны Соса Боевой Лимит 86 89 Одинаковый Практически А что там Роучи Метеррог Не хочет Выкопаться Напрягать Приходят Соса Несмотря На это Забегание Роучи Все равно Продавливают То есть Мультитас Просто Великолепный Процесс Демонстрирует Зерга Лимита Уже Столько Сколько Процесс То есть Громит Сос Практически Без потерь Дронов 5 погибло Нужно Принимать Бой Разворачиваться С дронами Гвардин Шил Просто Идеально Все накрывает Давая 2 Армора Сейчас Сталкеры Гораздо Крепче Лимита Процесс Больше Пришел Увидел Наказал Что называется Такое ощущение Что Роуч Просто Не готов Сосу Сопротивление Какого-то Серьезного Оказать Сос Его Выносит Просто В хлам Вторую Игру Подряд Первая Ошибка С дарками Вторая Просто Блин Пуш 80 на 120 ГГ Рог Пишет 2 0 Сос Предыдущую Стадию Он 3-0 Просто Разорвал Рейна В ПВП И пока Что Рвет Рога В ПВЗ Похоже Все Что Пока По Играм Похоже На 3-0 Похоже На 3-0 Предыдущие Дни Напомню Что С Кейпбетом Я сотрудничаю Кого Ставки Интересуют Вставьте Через Мою Вот Эту Кнопочку В описании Вот Там Есть Эти События Вот Ну Уже Часто Нельзя Этого Делать Вот Предыдущие Дни Я там В минус Ушел Дикий Но Сегодня Я На лайф Запилил И Насос Ради Прикола На самом деле Ничего Это не решает Пока Работает Карбот Новый Уже Смотрели Что-то Рог Да Приуныл Честно Говоря Ну Я не знаю Рог Был Фаворитом По счету По консоффициентам С Гидрой Хотя Гидра 6-1 Вел По матчам По статистике Гидра Рог Для меня Вообще Какой-то Загадочный Матч Почему Гидра Такую Хрень Делал Я не понимаю Если честно Вот Но Но Так Ты начинаешь Сразу С предупреждения Дружок Либо Тебе успокоится Либо Репрессирован Будешь Не репрессирован А по всей Строгости Закон Вот Хорош Дурить Всех Я еще Раз Приветствую Верю в тебя Верю в тебя В твою Сообразительность И И ответственность Всякое Может быть Не знаю Что думал Гидра Всем привет Ребят Еще раз Я приветствую Благодарю Как обычно За отключенный Отлог За подписку На премиум Вы поддерживаете Меня и мой канал Кому нравятся Мэйстримы Вот Стараюсь Осветить Как можно больше Турниров По Старкрафту Скоро Будет Лотф Начнем Мы запиливать Со смайлом Может быть Не только Со смайлом Турниры Наши На гудгейме Какие нибудь С нашими Игроками Абсолютно Точно Вот Может быть Какие нибудь Команды Новые Пая Не знаю Какая ситуация Будет Лотфи Сколько Турниров Кто из наших Будет Тащить Все это Ожидается Из ближайших Крутых Из Изначимых Стримов Изначимых Стримов Это будет Компания Лотфа 10 Четва Он выходит То есть У нас Уже 11 Ночью Наверное Я так Понимаю Вот Или 10 Ночью Погодите Когда там Я хрен знает Когда там Ночью Короче Ну Близко Он конечно Важнее И круче Но Компания Лотфа Приходите Смотрите Будет весело Мне самому Очень интересно Это окончание Старкрафта Истории По сути дела Хотя там Знаете ли Деньги сейчас Любят зарабатывать Могут извернуться Как-то И продолжить Что-нибудь Так что Так что Так Ну а потом В этом месяце По обстоятельствам Дальше Что будет То и будет Как обычно Корейцев Корейцев Надо будет Позвать Прокуратор Кореи Димага Ну он как Он играет Но он Не тренируется Полностью Я не знаю Будет ли он В лотфе Пытаться Что-то Показать Или не будет Хотелось бы Верить Что у Скуга Вернутся Какие-то Из наших Тоже Хотя бы На какое-нибудь Время Подадут Пример Молодежи Вот С Титаном Я тут Говорил Поздравлял С днем рождения В скайпе Так у него Высветилось Титан Говорит Что Все У него Абсолютно Время Уходит На покер И к сожалению Совместить Не получится Тут Я понимаю Сам Он Приоритеты Отдает Хотя бы Его бы Я тоже Очень хотел Увидеть Потому что Он И по возрасту Чуть моложе Чем я Например И мог бы Он еще Попытаться Это Я думаю, что, в общем, это хорошо для Протолз. Это позволяет вам делать какие-то планы которые не могут быть обычно возможными. Когда это кросс-мап, это очень удобно идти для сильных 2-бейз-attacks. И я думаю, Рога не очень счастлива с это. Это не конец, но я думаю, что это лучший сценарий для СОС. Да, да. Этот мап, кросс-спаун, уникальный позитивный 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 зерк. Он у него очень большая дистанция для того, чтобы не перейти, но этот хоризонтал спон, это так хорошо, что он знает это тоже. Он действительно влияет на стратегию Так, сколько мне? Я еще молод. И еще могу дать струю в стиле вердоса и в бороду. Скоро-скоро начнется 16-й год. Ну, а в начале в него начнется мне начнется 4-й десяток. Как-то так. Это очень необходимо. Ты сделаешь, но ты не хочешь. О, это очень важно, что эта проба их тоже видит. Конечно, СОС хочет держать свою пробу живой на мапе. Один линд будет отправиться на пляже. Но, по крайней мере, он знает... Да скольки у СК-2 тащить можно? Да можно, пока желание есть. Самое главное. Просто, как ни крути, эта игра старно-опытенна. Посмотрите, что творится. Два линга каким-то образом внутрь проникли. Нахрен на халяву, все внутрь прорвалось, пилончик уничтожен в итоге. Зилки не справляются с своей задачей, но 4 линга без мува ничего не сделают. Это не линги, лайфы. Рок, наверное, сам не понял, что сейчас у него получилось сделать. Каким-то образом линги пробежали. Понапрягал немножечко. Третью хату сам ставит, то есть создает почву для переходов макро и переход, в принципе, нормальный. Пытается подгрызть. Пробки постоянно вынуждены срываться. Лингов не отдает. Ну, важно хотя бы пару пробок сейчас забрать. Королева загуляла. Звучит неоднозначно, конечно, но это так и есть. Зилок ее просто оприходовал моментально сейчас. Опять же, звучит неоднозначно, но ошибка от Рога очень серьезная. На переходе королеву сейчас Зилок поймал и не оставил ей никаких шансов. Вот. Ну, нужно отбивать третью хату в итоге. Ну что, лингами надо как-то Зилка наказывать. Две королевы идут. Ну что, четыре гейта Асус добавляет. Пробка есть на карте. Сейчас пойдут пилоны сверху. И ведь Зерк не видит, что происходит. Только сейчас Овер будет врываться. Пробка выходит к центру. Вне рейнджа Аксилнаги можно проехать сюда. Просто сейчас запилить пилон. Если сейчас получится Сосу пропушить, это может быть ГГ и 3-0 может быть. Ведь у Рога нету сейчас Роуч Ворона. Во-первых. Во-вторых, он не строит лингов. Мув только заказан. СН3 сталкера идут вперед. Рог понимает, что-то неладное происходит. Но сН3 уже пришли со сталкером. Простите, не с Зилком. Пилончик прямо рядом заказан. Мува не будет. Роуч Ворон не будет. Спорки перекапывают. А чем спорки-то могут помочь? По Мазеркуру пострелять? Но это не решит вопрос никак. До Варв Зилков сейчас пойдет. Очень много минералов. 63-68 по лимиту. Боевого лимита Соса больше, чем у Зерга. Сейчас филды хорошие. Королевы зажаты этими филдами. Но Зилков мало, чтобы танкануть. Один всего лишь. Сейчас королева на транс-юзах. Королевы живут. Новые филды пошли. Но Рог умудряется увезти двух королев. Одна, правда, падает. Но новый Довар пойдет сейчас. Роучи слишком поздно. 24 линга. 24 линга заказаны. Но они без Мува до сих пор. Это 3-0, ребята. Я не вижу возможности сейчас Рогу отбиться. Линги без потерь уничтожаются. Королева красная сейчас. Просто изничтожение, Зергов. Унижение. Ну, тем интереснее будет финал для меня. Ведь Лайф, я уверен, такого не позволит сделать. 73-56, ребятки. 3-0 Сос. Он стремится к этим 100 000 долларовам. Такое ощущение, что чем ближе, тем скилл вырастает сильнее у него. Просто разгром Соса. От Соса. Рога. Короче, Сос громит Рога. Привет, Шайба. Всем привет еще раз. Идет вперед. 87-64 по лимиту. Лайф против. Соса будет. Финал. Два победителя Близкона. Последних лет. Посмотрите. Вот это о чем-то говорит. Межсезонье это межсезонье. Но на главных турнирах победитель 14-го года и 13-го года будут встречаться в 15-м. То бишь, значит все-таки это очень крутые игроки. Да, у Лайфа просто так королевы не загуливают. Сегодня кампании Ходса я прошел. У Лайфа просто Керриган контролят. Если что, королев быстро на место ставят. Институт благородных девиц просто. Я не знаю, или как там это все называется. Вот такие вот дела. На горизонте финал. Но Сос еще и наше время экономит, что самое главное. То есть не слишком поздно будет финал. Не всем прямо сейчас нужно будет пойти и спать ложиться. И это тоже меня радует лично. Так что, ребята, оставайтесь. Сос против Лайфа. Победители Близконов. Лучше финала придумать просто нельзя. ПВЗ не зеркалка. Это будет замечательная бой 7. Я не знаю, кто победит. Просто не знаю, ребята. Не могу вам сказать. Во сколько будет финал? Ребят, я без понятия. Будет ли сейчас какой-нибудь бесполезный разговор. И финала не будет. Ну, через час он будет. Или будет сейчас он быстрее, чем через час. Вообще обычно по расписанию проходит. Но я надеюсь, что не через час он будет. Хотя бы через пол. Но я думаю, не раньше, чем через пол. Ну, сейчас посмотрим, что Сос скажет. Сейчас я разрежу запись. Да. Залью ее. Посмотрим, что по времени нам скажут. И пойду с Чалика уведу.